Всегда радость, на самом деле. И сегодня я хочу снова начать с короткого свидетельства в моей личной жизни, которое произошло на этой неделе. И оно настолько вдохновило нас с супругой. Да? И, знаете, в четверг нам дали, слава Богу, разрешение на год продления вид на жительство здесь, в Болгарии. И мы очень обрадовались этой, когда мне в окне сказали все, идите оплачивайте. Я говорю, сколько? Она говорит, ну, там, 500 и 950 лево, идите оплачивайте. Я говорю, спасибо большое. А можно завтра? Они говорят, можно. Я говорю, хорошо, выхожу, звоню Людмиле, говорю, дали разрешение, слава Богу, надо оплатить. Она говорит, сколько? 950 лево, где будем брать? Я говорю, не знаю, давай помолимся. И, знаете, сейчас проходим особенное время такое финансовое, на самом деле не было чем заплатить. И мы сразу же тут же по телефону, мы вместе обратились, и была такая вера, что громко, да, слишком большое эхо, ну, такой микрофон, извините. Была такая вера сильная, что вот мы просто обратились и сказали, отец, вот нужда, просим тебя ответить. И через две минуты я созвонился с одним братом, кстати, живущим в Одессе, как ни странно. И мы с ним общались и просто рассказывали о жизни друг другу. Я говорю, вот просто такая ситуация. Он говорит, а как так? Я говорю, ну вот проходим сейчас такое время, когда вот финансовые затруднения. Он говорит, знаешь, брат, у меня в сердце есть, говорит, я вам помогу этой суммой. И представляете, и он на следующий, нет, к вечеру он отправил эту сумму нам переводом, и на следующий день мы оплатили. Вы представляете, через две минуты Господь ответил. Через две минуты. Это вообще мы, я звоню людям, говорят, ты представляешь, мы помолились, и сразу же ответ. Поэтому я, конечно, благодарен Богу, что Он, когда мы с верой и искренне перед Ним открываем наши сердца, сейчас возьму, может, другой микрофон. Раз, вот, этот получше, да? Я извиняюсь, просто тембр. И когда мы с верой открываем сердца перед Ним, Он всегда отвечает. И я сегодня говорю еще раз, я очень рад быть в Доме Божьем, в Церкви Божьей. Я очень рад быть, самое главное, с Иисусом Христом вместе. И хочу еще одно небольшое откровение, потом помолимся за начало служения. На прошлой неделе я тоже общался с людьми, и в этой жизни я очень часто встречаю хороших людей, на самом деле. И часто эти хорошие люди не являются верующими людьми христианами, но они являются хорошими семьями. У них хорошие семьи, как я вижу, во всяком случае. У них, допустим, они честные являются, порядочные и так далее. И знаете, я задаю себе иногда вопрос, а в чем же тогда отличие? И когда я задаю себе этот вопрос, я всегда смотрю на Христа. И что я увидел, и что я понял, и что я хочу вдохновить и поделиться с вами. Я увидел в Иисусе отличие в том, что когда Он пришел, Иоанн даже не узнал Его. Он говорит, среди вас есть Тот, кто выше меня, и кто будет. Я крещу водой, а Он будет крестить Святым Духом. И Он говорит, что я Его не узнал, но мне Отец сказал, на кого сойдет Святой Дух, тот и будет Христос. Тот и является Христос. И я понял одну вещь, что хорошие люди от людей, рожденных свыше, отличаются тем, что мы имеем Святой Дух. И именно Святой Дух, который в нас, Он открывает нам Личность Христа, Он открывает нам, дает нам вечную жизнь и познание Иисуса Христа и спасение через это. И, конечно, мы становимся намного... Я, допустим, когда принял Святой Дух, меня Бог постоянно начал улучшать. И я, когда людям рассказываю о Христе, я говорю, меня Бог сделал совершенно другим человеком и сделал намного лучше, чем я был. Он как бы вернул меня в нормальный образ, скажем. Так вот, чем мы сегодня отличаемся здесь от... Мы, хорошие люди, я надеюсь, на этом месте, отличаемся от просто хороших людей, которые на улице. Именно тем, что мы имеем Святой Дух, мы имеем познание Иисуса Христа, и мы имеем вечную жизнь через это. И это самое важное, потому что иногда я общаюсь с хорошими людьми на улице, и в жизни я понимаю, что они очень хорошие. Мне на самом деле иногда очень приятно с ними иметь общение, но мне иногда так жалко, что они не имеют спасения и Иисуса Христа, и Дух Святой, что просто я начинаю делиться этим, потому что я понимаю, как бы ты хорош не был, какую бы прекрасную жизнь ты не прожил. Но вечность и присутствие Бога в твоей жизни – это намного ценнее того, чтобы просто прожить хорошую жизнь, там, 80 или 120 лет, да, сколько нам отмерено. И поэтому я говорю еще раз, я очень рад быть сегодня в Церкви Божьей, в Доме Божьем. Я очень рад иметь Святого Духа в своем сердце и знать Иисуса Христа. Это самая большая ценность в моей жизни. И я уверю, что сегодня все, кто здесь собрался, и все, может быть, кто смотрит нас, и все, кто еще придет, они переживут присутствие Святого Духа. Мы начнем сейчас с молитвы, благословим это служение. И знаете, несколько служений назад, когда мне пастор Геннадий пригласил, сказал, что начни со свидетельства служения, я начал молитву так, что я пригласил Бога в это служение. Но потом я анализировал, и я сказал себе, что это неправильно. Вообще Бог нас пригласил сюда. Да? И я думаю, как-то я это, надо чуть-чуть правильно смотреть на вещи. И мы благодарим, что Он нас пригласил сюда. И написано, что Господь прилагает спасаемых в церкви, а не мы Его сюда прилагаем. Поэтому мы давайте встанем, поблагодарим Его, что Он пригласил нас сегодня сюда, что мы здесь вместе с Ним, а Он с нами, и что мы являемся на самом деле самыми счастливыми людьми на земле, потому что мы имеем самую большую ценность внутри себя, это Иисуса Христа, Его Святой Дух и Любовь Отца. И мы благословляем Твое Святое Имя, Отец Небесный. И мы благодарим Тебя, что Ты, Господь, Ты привел нас сюда, на это место. Ты вдохновил нас, Господь. И Ты, Господь, принял нас и назвал нас Своими, Господь. Ты назвал нас Детьми Своими. И мы говорим Тебе вся слава Тебе, Отец Небесный, на этом месте. И мы просим у Тебя, Господь, с благодарностью, Господь, и с поклонением, и с трепетом. Благослови. Благослови весь ход этого служения. Благослови каждого из нас на этом месте. Мы нуждаемся в Тебе. Святой Дух, я прошу Тебя, может быть, кто-то на этом месте еще не имеет Тебя, Господь, то Ты, Господь, во имя Иисуса Христа. Крести, Господь, крести Своим Святым Духом. Приди. Иисус Христос, Ты, Господь, этой церкви. Ты создал ее, и врата ада ее не одолеет. И мы провозглашаем, Господь, что вся Твоя церковь, Господь, по всему лицу земли, Господь, она благословлена и создана и сотворена Тобой. И Ты, глава, являешься царем царей, и главой главенствующий, Господь. И Ты Бог богов. И мы просто превозносим Тебя. Мы величаем Тебя. Мы восхваляем Тебя. И мы благодарим Тебя за ту радость, которую Ты даешь, Господь. Бог мог быть в воскресный день Твоей частью, Твоей церковью, Твоей невестой. И мы благодарим Тебя за ту радость, которую сейчас наполняет наши сердца. Мы просим Тебя, чтобы эта радость, Господь, она, чтобы мы ее не сдерживали, чтобы мы, Господь, ее высвобождали, Господь Бог, чтобы она лилась из нашего сердца, Господь. Сейчас на этом служении и всю неделю, которая начинается с этого воскресного дня, Господь, чтобы эта радость наполняла наши города, наши семьи, Господь. Мы благословляем этот город тварно. Мы благодарим Тебя за гостеприимство этого прекрасного благословенного болгарского народа, Господь. За этот европейский союз мы благодарим Тебя. За единство во Христе Иисусе. Мы верим, Господь, что началось особое время в этой стране, Господь, потому что мы поднимаемся, Господь, в этой стране благодаря Твоему Святому Духу. Мы — это церковь, мы — это тело Твое. Мы имеем силу Святого Духа, и мы провозглашаем в силе, Господь, что Ты, Господь, Богу, начинаешь новое время для Болгарии, Господь. Ты уже его начал, это Твоя воля, это Твое действие. А мы Тебя благодарим и славим, почитаем Тебя, превозносим вся хвала и слава Тебе. Ты великий, аллилуйя, слава Тебе, наш Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.